Даню Милохину унизили в новом выпуске ЧБД. Егор Крид посвятил Вале строчки в песне. Дина Саева провела очередную пугающую трансляцию. Илья Милохин сообщил, что ложится в больницу из-за запрещенных веществ. Всем привет! Это канал Обблогер. И сейчас я расскажу самые свежие новости о блогерах и трендах. На этом ролике больше 60% зрителей без подписки. Поэтому обязательно проверь, что твоя кнопочка подписаться серая и стоит колокольчик. А если ты поставишь еще и лайк, то точно не пропустишь свежие выпуски. Присаживайся поудобнее, запасайся вкусняшками и обязательно досмотри это видео до конца. Погнали! Настя Ивлеева и Эльдар Джарахов в своем недавнем видео анонсировали совместный тур по городам России. Мы решили в мае отправиться в небольшой тур, выбрать 5-6 городов, посетить их и сделать что-нибудь хорошее. Рассказали ребята в процессе ролика. В комментариях уже начали предполагать, что это будет проходить в виде обычных фан-встреч или мини-концертов. Но идея в любом случае хорошая и наверняка порадует их фанатов со всей страны. Вышел новый выпуск популярного шоу «Что было дальше», одним из гостей которого стал Даня Милохин. Это первый тиктокер, которого пригласили в программу и, возможно, последний. Так как комикам тяжело было наладить контакт с парнем из-за разницы в возрасте и в целом интересах. В итоге они начали шутить на заезженную тему с отсутствием мамы Дани и, по сути, унижали его на протяжении одного часа. Да, у них такой формат, скажете вы, но в этот раз ребята явно перегнули. Что заметили и постоянные зрители шоу, которые не являются фанатами Милохина. Незаслуженно жестко с пацаном, нельзя так. Мне 21, но мне жалко этого мальчишку Дани, которому 19 годиков. Пацаны переборщили с Даней. Жалко Даню очень, но чего вы так, бедный мальчик. Один из ведущих Макар заметил всю эту жесть еще во время записи и просто молчал почти весь эфир. Так как наверняка не хотел опускаться до такого уровня шуток. Сам же Дани не особо обиделся на все это и спокойно воспринимал юмор, который опускался в его сторону. Артур Бабич наконец-то начал активнее появляться в соцсетях и рассказал, почему же за последние пару дней много пропадал. Оказалось, что у него уже третьи сутки держится температура, болит горло и в целом он себя чувствует не очень. Короче, уже третий день подряд просыпаюсь, у меня температура, горло болит, простуда, я не знаю что делать, погода не очень. Вот, поэтому лежу, ничего не хочется делать. Как-то так. Чай с лимоном пью, мне помогает. Парень же еще не успев выпустить свой новый трек Бабки, уже планирует съемки на него клипа. Сейчас в ТикТоке под него снято уже почти 50 тысяч роликов. И когда их будет больше ста, Бабич с командой начнут работу над клипом. Все больше напряжения и опасений появляется в истории Дины Саевой и ее состояние. Ранее она сообщила, что уходит из всех соцсетей, так как не может выдержать буллинг со стороны хейтеров. Но все же девушка снова вышла в прямой эфир, но там не было ни ее лица и даже просто света. В какой-то момент в ее комнату начали ломиться родные. А в конце записи прозвучала пугающая фраза «Она жива». Мия Бойко же, которая недавно конфликтовала с Диной, решила вроде поддержать ее, а вроде и поглумиться над ее состоянием. Диндончику из-за травли плохо, но сама же начинала ее по отношению ко мне. «Я тебя просила и справилась с буллингом. Понадобится помощь – пиши. У меня очень клевые психологи». Пропала на время из истории и Маруся и, вернувшись вчера, рассказала о реальных подозрениях наличия у нее настоящей депрессии. В частности, из-за нее она не была на дне рождения Дианы. Маруся попросили пройти тест, который показал не очень хорошие результаты. После чего ее записали к психологу, чтобы она могла понять причины своего состояния. Тест не особо что значит, но ребята увидели, какое у меня состояние и попросили пройти. Чтобы вы понимали, меня записали к психологу. Он будет 28 числа, и я вам потом расскажу, что, как вообще помог мне. Вчера Маруся помогло развеяться закрытое мероприятие, на котором показывали короткометражный фильм с ее участием. В нем также снились Маха и Катя Голошева. Называется работа «Кошмары музыканта» и пока про сюжет и направленность идеи мало что известно. И к нашему счастью, премьера состоится не в кинотеатрах, а сразу на YouTube. Дата выхода назначена на 26 апреля. Ребята, вы скоро все узнаете, вы скоро все увидите. Еще одна приятная новость из мира кинематографа для всех, кому зашел мультик «Душа». Студия Pixar, занимавшаяся созданием персонажей, сообщила, что уже готов приквел к этой истории. В нем события расскажут о жизни 22-й еще до появления Джо, который изменит ее жизнь и она сможет отправиться на Землю. Премьера назначена на 30 апреля, правда не в кинотеатрах, а на платформе Disney+, где нужно будет оформить платную подписку, прежде чем посмотреть этот мультик. Я уже вам рассказывал о слухах, что Илья Милохин снова связался с запрещенными веществами, из-за чего пропал из всех соцсетей. Эту информацию официально подтвердил его бывший продюсер Мария Погребняк. В прошлую пятницу он сорвал концерт у своей группы и не вышел на сцену. Оказалось, что он вновь начал употреблять запрещенные вещества. В ближайшее время Илья ложится на реабилитацию в клинику, я максимально постараюсь вновь ему помочь. Уже на следующий день сам Милохин-старший подтвердил эту же информацию и выложил в свой тикток ролик, где сообщил, что ложится в больницу на неопределенный срок. Ну что, ребят, сейчас ложусь в больницу на неопределенный срок. Больше такого Илью вы никогда не увидите. Всех люблю. До встречи. Сегодня состоялась премьера нового трека Егора Крида «Неидеально», который является предысторией песни «Голос». Композиция зашла ещё всем до релиза, и поэтому фанаты начали разбирать её текст и искать отсылки, которых в песнях рэпера всегда много. Так, в первом куплете многие обратили внимание на строчку «это странно, друг другу шли два долгих года». Это прям прямая отсылка к Вале Карнавал, так как выкладывать видео в тикток она начала в 2018 году. И в то же время впервые заявила о своей любви к Егору. А уже через два года, в 2020-м, на съёмках клипа «Девочка с картинки» они познакомились впервые. Рекордсмен русскоязычного сегмента по росту подписчиков Влад А4 преодолел очередной рубеж по количеству фолловеров. На его канале набралось уже 30 миллионов, с чем мы его и поздравляем. Поэтому показатели он занимает пятое место, уступая лишь каналам «Гидз Диана Шоу», «Лайк Настя» и двум каналам с мультиками. Напомню, что ранее Бумага заявил, что в этом году планирует набрать 50 миллионов подписчиков и пока уверенно идёт к цели. Также произошло пополнение в рядах обладателей бриллиантовых кнопок. На счётчике канала Димы Масленникова появилась новая цифра в 10 миллионов, в которую он шёл с 2014 года. В честь этого парень устроил очень крутую вечеринку в необычном стиле. Было много локаций, в каждой из которых присутствовали актёры. И с ними можно было не только взаимодействовать, но и пофоткаться. Спасибо всем, кто продолжает отмечать меня под роликами и интересными комментами в ТикТоке. Это сильно помогает искать материал для выпусков. Благодаря вам новости сейчас выходят каждый день. Тут вот есть ещё парочка роликов с новостями, которые вы, возможно, не успели посмотреть. Но советую перейти на них, они тоже очень крутые. А на этом всё. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры подогнал «Симон»